Здравствуйте! На сегодняшнем уроке мы с вами пройдем числовые промежутки. Прежде чем мы с вами начнем работать, мы запишем с вами небольшую таблицу. Итак, если скобка квадратная, то точка заштрихованная. Если скобка круглая, то точка выколотая. Итак, первый промежуток от 1 до 3. Скобки квадратные. Значит, мы видим, что точки должны быть заштрихованы. Ставим две точки, подписываем 1 и 3. Что значит такой промежуток? Это мы должны заштриховать от 1 до 3. Рассмотрим другой вариант. Круглые скобки. Возьмем от 2 до 5. Круглые скобки подразумевают собой выколотую точку. Выкалываем две точки. Одну подписываем 2, другую 5. И штрихуем от 2 до 5. Далее, давайте возьмем смешанный. Итак, одна скобка квадратная, единица, другая будет круглая. Давайте возьмем пятерку. Итак, квадратная скобка значит точка заштрихованная. Подписываем 1. Пятерка скобка круглая, значит точка выколотая. И штрихуем от 1 до 5. Далее, поступим наоборот. Первая скобка круглая, пускай тут будет у нас с вами 5. А вторая, квадратная, 7. От 5 до 7. Круглая скобка это выколотая точка, пятерка. Квадратная, это заштрихованная, семерка. И заштриховали от начала и до конца. Теперь добавим с вами бесконечность. Итак, пускай первая скобка будет квадратная от 5, точка с запятой до плюс бесконечности. Точка заштрихованная, потому что скобка квадратная. А бесконечность мы с вами никаким образом не пишем. Плюс бесконечность, значит штриховка пошла в эту сторону до конца. В плюс 5, 6, 7, 8 и так далее до плюс бесконечности. Если мы возьмем от минус бесконечности до 5, в этом случае пятерочка тоже заштрихованная, но штриховка пойдет в отрицательную сторону и штрихуется до конца. Далее, если скобки круглые. Первый от 3 до плюс бесконечности. Точка выколотая, подписываем тройку и штрихуем до конца, до плюс бесконечности. Если от минус бесконечности до 1 в круглых скобках. Точка выколотая, единичка, и штрихуем до конца, то есть от минус бесконечности до единички. Ну, дело в том, что надо не только подписать наше и построить, но еще и сказать, что же это такое. В квадратных скобках у нас с вами всегда числовой отрезок. Так, значит, если у нас скобки круглые, то это уже интервал. Далее, если одна скобка квадратная, а другая круглая, то это полуинтервал. У нас таких 2 квадратная круглая и круглая квадратная. Поэтому я поставлю фигурную скобку и напишу, что это полуинтервал. Далее, если у нас квадратная скобка до плюс бесконечности, то это у нас числовой луч. Далее, обратная тоже справедливо, поэтому я тоже ставлю фигурную скобку. Квадратная скобка и бесконечность – это числовой луч. Круглая скобка и любая бесконечность – это открытый числовой луч. В нашем случае я тоже ставлю системку и пишу открытый числовой луч. Значит, вот это то, что мы сегодня должны были с вами запомнить. Спасибо за внимание.